Всем привет, друзья! Пока у меня подсыхают волосы, я жду своих занятий по танцам, хочу показать вам свои новые ботильоны. Так как я обновляю, да, полностью практически гардероб, а сей не покупаю то, чего у меня не было, то, что мне нужно, все продумываю тщательно, то и с этим заказом я тоже немножечко подзаморочилась, потому что хотела вот такие вот, которые мне захочется менять. И я надеюсь, что мне не захочется даже через год их заменить, ну, возможно, купить в каком-то другом цвете, но чтобы вот модель сама была актуальной. Ну, как я себе вот это все придумала. В общем, я делала опрос в инстаграм, мы с вами выбирали цвет, я не могла определиться, я думала либо белые взять, либо черные, либо такие, знаете, коричневые. Большинство голосовало за коричневые, думали, что я возьму коричневые, но я решила все-таки взять белые, потому что не вижу ничего страшного в белой обуви, я считаю, что выглядит она просто умопомрачительно. Не часто я вижу людей вот в белых сапогах или ботильонах, возможно, люди просто боятся носить осенью такую обувь, но меня это совершенно не пугает, потому что при уходе белая обувь будет оставаться такой же красивой. И, конечно же, если сильно дождливая погода и грязно, я лучше надену свои новые ботинки, да, черные на низком ходу, чем белые на каблуках. Ну, это мой выбор, и я очень довольна. Смотрите, какие. Здесь нет никакой платформы на носке, острый мыс, мне нравится. Здесь даже вот такое небольшое утепление есть, смотрите, на замочке и устойчивый каблук, по-моему, 9 сантиметров. Еще и дизайн такой под змею. Я вообще, я очень-очень довольна. Они мне подошли по размеру. Ну, я всегда практически беру 37-й, я только вот ботинки и сапоги могу взять 38-й, именно такие, знаете, приземистые. А вот эти, если бы я взяла 38-й, слишком бы болтались на ноге. Они мне подошли, я их уже мерила. Ну, в общем, такие вот красивые сапожки-снегурочки. Они под многое подойдут, они сочетаются вообще с практически всеми цветами, как они там называются. Не помню, как называется. Черный, белый, серый, они под все, по-моему, идут и со всем сочетаются. Пришла мне эта обувь из магазина Dizzy Shoes. Дизи, вот. Я, хотите, оставлю вам ссылочку в описании именно на эти ботинки, а там уже через них вы сможете выйти на сайт. Сайт польский. Ждала примерно 8 дней или 10, я не помню. У меня доставка была курьером. И мне качество очень нравится. Вообще, очень классное. И, в общем, я надеюсь, и вам тоже они понравятся. В общем, теперь у меня на осень есть лоферы, есть ботильоны. А, туфли из лодочки у меня, в общем, такое, если по классике. Есть грубые ботинки. Не хватает мне сапог, наверное, на каблуках. Сапоги я еще пока как-то не решилась купить. Такие, знаете, высокие, чтобы тоже красиво все было. Ну, ничего. Дойдем мы до этого. Я цветы, кстати, свои все пообрезала. Смотрите, убрала лишнюю вот эту вот бумагу или фольгу, что там было. Подрезала листики, все убрала. И они достаточно живучи, они очень долго стоят. Надо пойти водичку тоже поменять. Что-то я еще не поменяла. Вот. Ну, да, они крашеные. Но Леша, когда покупал, он не знал. Он реально думал, что они такого цвета. Ну, бывает такое. Я говорю, они крашеные. Но не страшно. В любом случае, это цветы. И мне приятно, что они у меня стоят живые. Я радуюсь любым цветам. И у меня нет каких-то загонов в этом плане. Лучше бы мне их просто дарили и дарили, и все. У нас вот сейчас опять жаркие дни. Опять 30 градусов. Мне это все не нравится. Мне даже дома иногда слишком жарко. Но уже вроде как через неделю к выходным уже начинает холодать. И вот это меня уже начинает радовать. Я уже хочу ботильоны обуть. И сегодня же вторник. И это значит, что я поеду наконец-то на кардиограмму. Я думаю, что я сделаю кардиограмму. Сразу с ней попробую попасть к семейному врачу. И дальше уже буду решать, что мне делать. Кому идти. Потому что проблема пока не уходит. Я неделю не бегаю. Пропускаю свои пробежки. Мне за это очень стыдно перед собой. Ну, а я понимаю, что ну хватит. Мне так я и танцую. И слишком много нагрузок тоже неуместно. Но вот все равно я чувствую вину вот эту вот перед собой. И, кстати, фотографии из девичника восточного уже подоспели. Сегодня утром Катя прислала ссылку. И я сейчас покажу вам парочку таких, которые мне больше всего понравились. Сделаю вам такое слайд-шоу. Субтитры сделал DimaTorzok И так сейчас оказалось самое лучшее время для поездки на маршрутке. Вообще на общественном транспорте. Потому что, ну, как бы, 10 часов. Все работают, учатся. Что, может, по комментарии про то, что не работаю, не учусь. У нас ехало там два человека. Это вообще просто потрясающе. Я обожаю так ездить. Будто бы с личным водителем. Мне опять стало плохо. Мне опять тяжело дышать. Не знаю я. Хорошо, что сегодня я попытаюсь уже как-то начать хотя бы решать эту проблему. Надо докопаться до истины. Вы правы, что писали про щитовидку. Потому что это же как бы тоже фильтр своего рода. Мы живем в Запорожье. Здесь все очень плохо с экологией. Прям максимально. Ничего мне не говорить. Я купила шашлык в слойке. На самом деле это куриный шашлык. Слава богу, я спросила. Если бы там была свина или говядина, я бы не стала брать. Ну вот. Съем, короче. Потому что у меня еда вся закончилась. Ну я сейчас буду готовить. Для меня как бы ничего не для души уже будет. Ну бывает у меня такое. Поэтому я съем вкуснючую слойку. Опять же вредную. Как всегда все, блин. Обедаю и поеду на кардиограмму. Мы сегодня учили очень классное шаби. Такое веселое. Что у меня аж прям улыбка не сходила с лица, когда мы его танцевали. Вот настолько танец может поднять настроение. Вообще зарядить себя. Всем рекомендую ходить на танцы. Я вообще классно вышла. Выхожу и тут папа сразу отъезжает от парковки с обеда, видимо. И он меня подвез. Классно. Так, ну что по новостям. Во-первых, да. Наша седьмая больница теперь не с семейными врачами. Все семейные врачи перекочевали в амбулаторий номер 6. Он находится прямо у нас. Вот на песках. Вон он нам стор. Вот он амбулаторий. Если кто вдруг живет здесь и не знает, где семейные врачи, они теперь здесь. Я записала к своему семейному врачу аж на пятницу. И сделала здесь сервис и кардиограмму. Мне попался очень веселый кардиолог. Практически всегда такие попадаются. Но не важно, не суть. Он со мной поговорил и сказал, что по кардиограмме в принципе все хорошо. У тебя это, скорее всего, неврология. Ну, то есть все связано с нервами. Говорит, ты на нервах живешь? Я говорю, нет. Ты вообще, видно, эмоционально. Я говорю, да. Потому что сейчас лежишь, у тебя 90 пульс, тахикардия такая. Ну, понятно, он тебя разделит до пояса. Ну, где-да, я страшно этого не люблю. У меня... Ну, короче, не люблю это все. Вот. И он сказал, что попей магний. Б6 магний вообще. Попей. И написал еще кучу анализов, которые желательно сдать, чтобы исключить проблему на щитовидку, кровь, гормоны. Короче, кучу всего написала. Я как прикинула, Валови, думаю, сколько же мне будет стоить сдать эти 5 анализов, которые он написал. Ну, он сказал, или попей магний, и типа, если все пройдет, все хорошо. То есть именно вот с нервами какая-то проблема. Ну, я решила, что я пока пойду с этой кардиограммой к терапевту, к семейному врачу, что она скажет. Чтоб не делать кучу анализов. Я не знаю, мне кажется, все люди такие. Ну, просто как придешь в тебе сервис или витакцентр, там тебе сразу так вот тыщи, 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 куча, блин, эти анализы сдавать. Я сегодня вообще прозрела. Мало того, что я узнала, что здесь у нас находится амбулаторий, так у нас еще здесь какой-то есть тайм-кафе Дирижабль. Я вообще о нем знаю, но я не знала, что у нас на песках оно есть. Вот, пожалуйста. Ну, это прикольно. Девочка в косухе пошла. Я сейчас умираю от жары, иду. Не понимаю, как она в ней идет. Вот мне даже сейчас дышать тяжело. Может быть, это правда? От малейших нервов, от малейшего волнения или эмоций? Ну, не знаю я. А, он что еще сказал, доктор? Он сказал, что мне желательно ходить на йогу или пилатес, на стретчинг. Я говорю, блин, я же ходила. Он говорит, бегать тебе нельзя? Он так сказал. Бегать типа вредно, он сказал. А вот в стретчинг, да. Танцы, я говорю, хорошо, ничего не сказал за них. Он говорит, чтобы спина тоже растягивалась, и все. Я это прекрасно понимаю, потому что, по-моему, когда я, кстати, ходила на стретчинг, у меня вообще не было такой проблемы. Ну, что-то совпадение. Хотели вытащить маму на кофе в кофе-лаб ростерс, как рост. Это, короче, неважно. Мама не захотела. Я говорю, приходи ко мне. Посижу с ней немножко, часик-полтора, и пойду домой, потому что мне нужно еду готовить. Вот. Я только что набрала полные тапки колючек. Они же у меня тряпичные. Боже, она опять плачет. Мы с мамой смотрим какую-то передачу кулинарную очередную. Ну, насколько мы поняли, куча пар собирается, еще и судьи, и они что-то вроде домашнего ресторана устраивают. Каждая пара, каждый день, наверное. Такие блюда готовят. Ну, и без страсти и интриг тут тоже не обходится, короче. Мама меня накормила арбузом, что это релякай. Так я его ела в три подхода. Даже не за раз. Некуда было просто его. Может, скажи, как дела? Зачем? Ну, скажи, нормально все. Я вспоминаю, не спрашивали ли у меня чего-нибудь, чтобы я у тебя спросила. А то обычно спрашивают, а я сейчас с тобой сижу. Ничего не спрашивали в комментариях? А я шутку не знаю. Ты читаешь мои комментарии? Я сейчас не только в день. Я смотрю видео, когда выходит. Там практически сразу комментарий нет. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Спасибо за просмотр. Субтитры сделал DimaTorzok Вот так проходит турбо-режим на кухне. Я думаю, многие себя узнали. Стою, что там зеваю, что-то там прочитаю. Второй подбородок иногда висит. И кто угадает, что я смотрела, тот молодец. Почему у меня было такое хмурое лицо? Это было не просто так, не просто так хмурилось. Я смотрела кое-что. Я сейчас надела костюм свой снюшик. Оверсайз. Который многие не любят. А я его очень люблю, потому что он просто суперкомфортный. И идеально подходит для прогулок. Лёша сказал, что на улице сейчас прохладно. Достаточно прохладно. Он сказал, одевайся. Прогуляемся немного. И я приняла всё-таки для себя решение важное. Я очень ему рада. Так как доктор меня ещё, знаете, подтолкнул к этому. Я хочу снова ходить на стретчинг. Я хотела ещё раньше пойти. Но дело в том, что мой тренер Юля, с которой я занималась, девочка, которая меня практически посадила уже на шпагат. И она перешла в другую, получается, студию. Потому что мы тоже переехали из нашего зала в другой. И там время было совершенно для меня неподходящее. Всё, что выпадает на четверг, сразу как бы аннулируется. А другое время у меня было на 8.30 утра в самом центре города. И я понимала, что мне это неудобно. Потому что у меня, во-первых, добираться долго. А во-вторых, я бегала по утрам. И я понимала, что нужно выбирать что-то одно. Ну, так как доктор сказал, что желательно не бегать, а отдать предпочтение как раз этому. И плюс я очень хотела вернуться на стретчинг. Я решила, что буду ездить к Юле на 8.30 три раза в неделю в Йога Спейс. У нас очень такой классный комплекс. Там, ну, как комплекс. Тоже огромная студия. У них там всё есть. И массажи, и флай-йоги, и йоги, и хатха-йога, и стретчинг. И там, ну, чего только нет на самом деле. Там очень развито это, конечно, всё. Вот. И да, всё-таки думаю вернуться к Юле, потому что я познакомилась с другой девочкой в том зале, где я сейчас танцую. И мы с ней договорили, что она мне напишет, когда соберёт группу. Но она собрала группу на стретчинг-баре вторник, суббота и четверг. И вторник-четверг выходит на 8.30 вечера. Ну, четверг, опять же, отпадает. Вторник — это слишком поздно. То есть час занятий. Я только в 10 приеду домой. Ну, для человека, который в 10 уже спит, грубо говоря, для меня это неподходящее время. Оно не подходит для моего режима вообще и образа жизни. Плюс Лёша будет переживать, и это точно. Он вообще против вот этих поздних групп. Суббота на 4 часа дня. Суббота — это уже единственный день практически, когда мы с Лёшей вместе. И поэтому мне не подошла эта группа по времени. Но я ждала от этой девочки новостей. Видимо, пока что она не собирает другую группу. Поэтому хочу вернуться к Юле. Буду ездить на 8.30. Бог с ним, что ездить нужно будет реально в забитых маршрутках. Ура, надо вставать. Но это какая-то мотивация. Плюс я очень хотела сесть на шпагат. И я себя намного лучше чувствовала, когда ходила на стретчинг. Вот, поэтому я вернусь. Я уже написала Юле, есть ли места, но я думаю, что есть. По-моему, там абонемент на 12 занятий, как я хочу ходить, будет 560 гривен стоить. Вполне себе нормальная цена. Всем доброе утро среды. Я тут ужасно спешу. У меня полный хаос, потому что собираюсь на ногти. Но всё равно хочу показать свою композицию, как я её выстраивала для красивого фото. Вчера мы купили с Лёшей багет, когда гуляли. У меня был инжир. Спасибо маме, она мне его подарила, можно так сказать. И купили рикотту. Я решила сделать такие себе бутерброды на завтрак. Но я хотела пофотографировать. И самое важное для красивых фото, по моему мнению, это естественное освещение и солнце. Ловите солнце где только можете. У меня, к сожалению, не прям солнечная сторона. У меня только вот до обеда можно поймать какие-то лучи на подоконнике. И поэтому там я стараюсь фотографировать какие-то раскладки. И мне это очень нравится, потому что лучи дают каких-то новых красок в фотографии. Вот так я всё повыстраивала. Не знаю, должно было что-то получиться. Я очень надеюсь, что получилось. Сейчас хочу быстро позавтракать. Потому что я тоже встала в 6 утра, чтобы успеть привести себя в порядок. Этот эпилятор, простите за подробности, это просто убийца времени. Очень долго с ним как бы возиться. Собрала себе сегодня такой образ. Может, он просто интересно будет. Решила в лодочке обуть в кои-то веки. Ну, боди чёрный, который с Нэнси Клоу здесь пришёл. Кардиганчик. Сумочка-багет. Просто сейчас достаточно прохладно на улице. Поэтому я решила взять кардиган. Но в любом случае, когда станет жарко, если станет... А, оно станет, я его просто сниму. Вот, смотрю, люди тоже в кофтах такое. Всё, я помчалась на ногти, потому что я только что за полчаса в ритме танка, давай пылесосить, протирать подоконники и мыть обувь. Потому что, ну, какой-то завал в хате был. Я что-то не успеваю следить за этими тремя днями до четверга. Вот понедельник, вторник, среда пролетают у меня всегда просто вот так. Потом четверг. И всё. И те три дня тоже. Ну, то есть жизнь у меня как-то летит в последнее время. И я ничего не успеваю. Не успеваю своими мыслями собраться. Сейчас, когда начну на встречин ходить, вообще, мне кажется, потеряюсь просто. Тошка, кардиганы действительно, ну, можно сказать, зря взяла. А может, и не зря. Но как только вышла из дома, поняла, что я его сниму, потому что жарко на улице. Хотя ветер подувает прохладный. Потом, когда я шла на ногти, я заходила в тенёк, и мне реально было прохладно. Хотелось его надеть. Но больше всего мне пригодился именно студии. Потому что там работал кондиционер. И было, так знаете, прохладненько. Я решила надеть его, чтобы мне было уютно. Так оно и было. То есть мне предложили выключить кондиционер. Но я сказала, не надо. Вот. Так и просидела. Фух. Маршрутчик опять дарился чуть ли не тот свет. Я купила кучу овощей. Потому что собираюсь сделать сейчас богорочь. Ну, а-ля богорочь. Я его так называю. Мы с мамой его так называем. Это не по канону. У меня просто говядина есть. И что-то хотела сказать. А, ну и да. Сделала маникюр-петикюр. Сейчас вам всё покажу. И расскажу о небольшой своей проблеме. Это уже дома. Так. Ну, на руках я сделала нюд. Вот такой красивый оттенок получился. Убрала немножко длину. И сделала что-то вроде мягкого квадрата. Мне очень нравится. Очень аккуратно руки смотрятся с таким маникюром. И это всегда уместно. Просто беспроигрышный вариант. На ногах сделали такой винный марсал. Я не знаю точно, как назвать этот цвет. Ну, тёмный такой. Так вот, о проблемке я хотела поговорить. Посоветоваться с вами. Потому что у меня, в общем-то, проблемные ноги. Причём, так давно это случилось. Не знаю даже, по какой причине это стряслось. У меня вот сильно сохнут ноги там. Ну, на ступне. Да, ведь эти натоптыши бывают. И вот недавно буквально трещины начали появляться. Да, мне сейчас их это всё убрали. Как бы они не глубокие. Да, нет, какой-то прям супер-серьёзная проблема. Сейчас их убрали на педикюре. И в одном моменте было прям очень больно. Очень пекло. И мама вообще в шоке от этого, что у меня такое с ногами. Говорит, как это так? А я говорю, я за ними ухаживаю. Как бы я их тоже там пиляю этой пилочкой. Всё, как бы хожу на педикюр. Всё, но как-то вот эта проблема есть. Мама говорит, что вообще-то с возраста может очень сильно усугубиться. Что я же прям ходить не смогу. И ладно, не дам своим ногам. Я из-за этого распереживалась, посоветовалась с мастером. Она сказала, маш наночка с торговым маслом и надевай носочки. Ну, типа, провлечись так. У меня, у моей мамы, говорит, очень проблемное вот это вот всё дело. И это ей очень помогло. И вот эти трещины убрались, и всё. Поэтому я сегодня куплю и буду пробовать так делать. Потому что было очень неприятно. И я думаю, что это может появляться из-за того, что, например, танцую. Ну, там постоянно, как бы, да, на полу, постоянно там вертимся на пятках, носках. Может быть, это из-за этого. В общем, у кого-то уже была такая проблема, поделитесь решением. Вдруг, как бы, у вас есть какой-то супер проверенный метод. Или это, ну, успокойте меня, что ты не так страшно. Потому что я что-то аж прям распереживалась. Всё это мама. Она может усугубить очень сильно. Она может преувеличить. Вот, и хиперболизирование вещей, это прям про неё. Ой, это куча всего. Да, я готовила вчера блюдо. Но оно почти кончилось, потому что мы сели с Лёшей поели. Он забрал на работу. Там, наверное, одна порция осталась. И нужно готовить что-то новое. Друзья, заходите в Инстаграм, оценивайте новую фотографию. И не только одну. Смотрите сторис. В общем-то, буду вас ждать. Не забудьте подписаться. И на канал подписывайтесь. А я с вами на этой минуте буду прощаться. Спасибо, что смотрели меня. Ставьте лайки, пишите ваши комментарии. Увидимся очень скоро в новых видео. Пока.